5 мая в художественной галерее филиала Висагинской публичной библиотеки открылась выставка, которая получила название «Творчество рук и душ». На выставке представлены живые картины Татьяны Менилбаевой и игрушки Елены Козловой, выполненные в технике амигуруми. Оба автора увлечены творчеством не один год, но в галерее выставляют свои работы впервые. Татьяна Менилбаева рассказала собравшимся о технике вышивки атласными лентами, которая придает картинам объем и делает их яркими и привлекательными для глаза, а также об истории появления и использования лент для украшения интерьеров и гардеробов в средние века. Тогда парчевые, шелковые и атласные ленты были привилегией знати. С развитием производства в XIX веке ленты получили массовое распространение, а в середине XX как элемент одежды практически вышли из употребления. Последние годы ленты снова входят в моду, ведь мода, как известно, движется по кругу. На выставке представлены 36 картин Татьяны Менилбаевой. В основном это цветочные композиции, но есть и пейзажи. Татьяна ответила на вопросы зрителей и поделилась секретами своего мастерства. Елена Козлова рассказала публике о том, как пришла к своему увлечению вязание игрушек в технике амигуруми. Это искусство зародилось в Японии и быстро завоевало популярность во всем мире. Игрушки вяжут спицами или крючком, для создания объема используют наполнитель. Елена обратилась к собравшимся с призывом не стесняться и выставлять свои работы на выставках, участвовать в городских ярмарках, тем самым рады окружающей красотой, которую они создают своими руками. Ведь талантливых людей в нашем городе много. В фейсбуке, например, существует группа «Висогин из город-мастеров», которая насчитывает более тысячи участников. И многие работы достойны того, чтобы их увидело как можно больше людей. Авторы выставки поблагодарили собравшихся за интерес к их творчеству и за моральную поддержку. В заключении вечера перед собравшимися выступил известный исполнитель авторской народной песни Евгений Фомичев, что стало хорошим дополнением к творческой атмосфере мероприятия. Выставка будет работать до 31 мая. Советуем посетить.